Я расскажу о том, как в Воронеже организовалось Воронежское научно-практическое общество соционики. В 2012 году мы с Юрием Алексеевичем поехали на конференцию в Киев, где познакомились лично с Александром Валентиновичем, с Ольгой Богдановной. Вот они здесь. Юрий Алексеевич в том году читал доклад о том, как физиология связана с соционикой. Так как он является врачом, и все свои видения он изложил на этой конференции. Здесь представлены памятные фотографии о тех участниках, которые в 2012 году были. Мы слушали их доклады, познакомились лично. Может быть, вы, вот он, Шульман. Григорий Александрович является, скажем так, один из первых, кто начинал с Александром Валентиновичем. Это все друзья, это все одна компания. И книги этого автора для любителей соционики, я думаю, известны. Это представлен Ермак Владимир Давыдович. Его книги тоже широко популярны. Да, вот они такие все красивые, мы рядом с ними. Мы с Александром Валентиновичем договорились о том, что мы теперь вместе, и они к нам приедут в гости. Воронеж. И один из, скажем так, интересов Александра Валентиновича, это археология. И у нас в Воронеже, я думаю, все знают, есть костенки, где нашли мамонта. И Александр Валентинович с удовольствием осуществил свое намерение, скажем так, давнишнее. И у него был повод. Мечту. Ну, в рамках любителя археологии это была мечта, да, Александр Валентинович? Да. И вот, повторюсь, что первый курс интенсив основ соционики был в Доме ученых Воронежа в 2013 году. И там мы первый раз, скажем так, встретились с теми, кто сейчас представляет Воронежское научное общество соционики, и будут читать доклады эти люди. Вот они. Татьяна, Галина, это я, Юрий Алексеевич. Это мама Юрия Алексеевича. Она тоже любит соционику. С 91-м году Юрий Алексеевич увлекается соционикой. Вот видите, какая молодая, красивая. Так, дальше. Мы, когда с Александром Валентиновичем беседовали в Киеве, мы сказали о том, что в Воронеже нет места, куда можно прийти и получить качественную информацию. То есть мы не говорим о том, что определить им. Мы говорим о том, чтобы было то место, где можно было понять основы соционики и понять, зачем это нужно, чем это может пригодиться. Потому что по книгам зачастую человек получает знания по тем аспектам и функциям, которые у него и так сильны. А, скажем так, всю картину соционики можно получить, скажем так, у специалистов. И поэтому Александр Валентинович является, скажем так, тем стержнем, который позволяет нам сказать, что да, в Воронеже есть место, куда можно прийти и научиться соционике. В 2014 году еще два раза приезжали к нам Александр Валентинович и Ольга Богдановна. И вот вы видите, уже зимняя такая обстановка. Мы обучили еще несколько человек и провели уже курс второй ступени, где люди, которые уже получили первые знания, базовый курс, смогли улучшить, углубить эти знания, посмотреть на практике, как это все может быть. В 2015 году у нас появилась возможность, и мы им воспользовались, как говорится, до чего техника дошла. Это не техника дошла, это я дошла. И мы стали использовать вот такую связь по скайпу. И мы сейчас ей, собственно говоря, и пользуемся, видим. Александра Валентиновича и Ольгу Богдановну. Мы провели еще два курса, где получили знания третьей ступени. И вот базовый курс еще один у нас был в Воронеже. Хочу сказать, что те люди, которые обучились у нас, они, скажем так, хотят эти навыки свои оттачивать, получать практику и получать понимание того, как это в жизни можно применить и как это работает. И у нас ежемесячно проводятся встречи общества, где мы на примере самих себя пытаемся учиться и на практике понимать аспекты, функции, то есть ту модель А, которая является основой соционики. То есть, в принципе, это является основой того, как в ней находиться. Потому что теория, неподкрепленная практикой и собственным опытом, зачастую не дает правильных результатов. Что мы делаем? Мы учимся определять аспекты, учимся укладывать их на те места моделя, где они должны быть. То есть мы не просто увидели какую-то логику, какую-то этику. Мы учимся поставить ее в правильное место, модель А. И, в принципе, уже больше двух лет мы это делаем на практике. И, естественно, свои навыки мы оттачиваем. И самое главное, что соционику в Воронеже стали применять и врачи. Я являюсь директором ортологического центра Ортоформы. Там работают врачи. Мануальные терапевты, ортопеды, хирурги. Они в своей практике применяют методы соционики. Почему? Потому что соционика имеет критерии, которые физиологичны. Дальше будут об этом доклады и более подробно, и со всех сторон. Я надеюсь, это будет доказательно для публики. Соционика помогает. Она имеет такие уже выявленные аспекты, которые подтверждаются физиологией. То есть физиология помогает соционике, соционика помогает физиологии. И врачи помогают нашим клиентам справляться со своими, скажем так, нуждами. Мы работаем в сфере регуляции двигательной системы. И с помощью соционики в том числе мы помогаем человеку не иметь тех проблем, с которыми он пришел. В дальнейшем в докладах вам станет понятно, что вот это все значит. Я не буду забегать вперед. Вот мы видим здесь врача-хирурга Викторию Викторовну. Здесь она показывает методы ортопедического теста. В октябре этого года мы с Татьяной, с Галиной, с Юрой Алексеевичем ездили в Москву, где представляли этот доклад, заявляли о себе и слушали другие доклады на соционических чтениях. Они там ежегодно проводятся. Ну, что тут сказать. Доброго здоровья, Александр Валентинович. Я доложилась, все рассказала. Как и есть, что туда помните. Спасибо большое. Спасибо большое. Я вот хочу просто еще раз сказать, что очень важно писать. писать о том, что вы делаете, потому что просто наш многолетний опыт показал, что когда мы переходим от докладов к письменному изложению наших мыслей, это совсем другое понимание, можно сказать, осмысление нашего опыта. Он превращается в статьи, эти статьи потом цитируются. Вообще, вот это направление крайне интересное, которое заложено Юрием Алексеевичем, я считаю, что оно одно из очень перспективных. Поэтому это все надо публиковать, и, конечно же, оно будет дальше развиваться. Я надеюсь. И цитироваться и другими специалистами, и применяться тоже. Хорошо, спасибо. Как раз мы сейчас включаем наши журналы, в том числе мировые базы данных, в том числе в Е-Лайбраре. Мы подписали с ними договор. И поэтому, если вы напишете эти работы, а они дальше будут включены в Е-Лайбраре, то они получат просто широчайшие резонансы и распространения. Это очень важно. Я согласна. Спасибо.